Хотела бы рассказать вам о минувшей, прошлой выходной конференции, которая проходила у нас в Харькове. Это стандартная ежегодная конференция, уже четвертая. Я, конечно же, не буду вам рассказывать о всех докладах, которые были, потому что, как обычно бывает на конференциях, что-то стоило слушать, что-то, может быть, на чем-то стоило отдохнуть. И покажу вам вкратце программу конференции. Она была в одном потоке, поэтому можно было услышать всех. Так, Леоверу мы поговорим позже. Дмитрий Попов рассказывал о доступности. Вообще огромный респект парню. Он незрячий и выступал на конференции с докладом. Но своеобразная, конечно, тема. Не сильно мы вообще озабочены, наверное, к сожалению, традиции на наших проектах. Поэтому о ней я сегодня рассказывать вам не буду. Потом, когда выйдут слайды в доступ в общий, я расшарю с удовольствием. Если надо, будет ознакомиться. Вот Антон Немцев, очень эпатажный докладчик, рассказывал о продуктивности, об перфомансе. Но со стороны серверной части сегодня о нем не будем говорить. Расскажу вам сегодня о Houdini немного. Premier X тоже не буду рассказывать, не буду касаться. Это новый инструмент, который заставляет дизайнеров писать код на реакте. Довольно спорная, на мой взгляд, вещь. Ну, UX — это о том, что нужно подумать, прежде чем верстать. Это, в принципе, понятно. И Chris Lili, о нем поговорим сегодня. Итак, начнем с Houdini. Докладчик из Минска, любитель порисовать на CSS и всякие штуки, манимашки. И коллега, организатор нашей Харьковской конференции. Он тоже организовывает конференции в Минске. Как видите, CSS, JS и что-то среднее между этим. Выбрал он довольно хайповую тему на сегодняшний момент. Это Houdini. Я давно о нем слышала, но все никак не доходили руки попробовать. Вот, благодаря вам это случилось. Так, что собой представляет рендеринг в браузере? Это как бы предыстория, о чем мы сейчас будем говорить. Как браузер парсит нашу верстку. Итак, сначала у нас есть первый этап, когда скачивается HTML, CSS, JavaScript файлы с сервера. Дальше у нас формируется Document Object Model и CSS Object Model. Далее выстраивается дерево. Потом отрисовываются лояуты. Дальше рисуется... Ну, пикселизация происходит. Да, все в пикселе переводится. И в конце концов это все композируется и выдается нам как конечный результат. На каком этапе мы можем влиять с точки зрения JavaScript на формирование вот этой вот вьюхи? Только на вот этом. И то только на дом. CSS для нас немного закрытый момент. Он постольку поскольку может JavaScript быть взят. И в этом-то суть проблемы и суть фичи в Гудине. Над этой фичей работает рабочая группа V3C. И она представляет собой несколько опишек, поделенных на две части. Вот эта схема браузера, которую я вам показывала выше. И вот каждый этап у нас соответствует определенным опишкам. Поделено это все на две части. Часть с пропертиями и ворклитой. То, что желтеньким отмечено, это то, над чем сейчас ведется работа. И уже присутствует документация по этому. То, что желтеньким, это еще только существует в идеях. То есть воплощения еще нет. Ну и если вы хотите принять участие в разработке Гудине. Или посмотреть, как это все делается. Есть репозиторий, где все по проектам разбито. И вы можете подключиться, посмотреть, как люди это делают. И, может быть, внести какие-то коррективы. Чтобы сейчас пощелкать Гудине и вообще увидеть, как это работает, вам нужно включить флаг. То есть в Гудине работает только под флагом. Если вы перейдете по вот этой ссылке, вам предложат некоторые флаги, которые там есть, их очень много. И вам нужно заинаблить только один, самый первый, который касается эксперимента. Так, ну и поехали теперь говорить о существующих опишках Гудине. Для чего нужен CSS-Typed-Object-Model? Это вот та опишка, которая подключается во время формирования Document-Object-Model и CSS-Object-Model. В первую очередь, благодаря ей, вы можете легко получить стили, стили, которые, собственно, заданы и которые отображаются. Мы, конечно, это могли делать и раньше, но нам приходилось делать преобразование в число, конкатенировать строки и так далее. Сейчас же с помощью вот этих вот методов мы просто вызываем Get или Set и задаем нужные нам стили. Там могут получаться значения и юниты, в которых заданы эти значения. Дальше есть еще класс CSS-Style-Value, который представляет собой возможность трансформации стилей. Прямо из JavaScript. И еще есть обработчик ошибок. То есть, если у нас что-то в CSS-С рендерилось неправильно, мы это сразу можем отловить. Но и для проверки, работает ли это в вашем браузере, нам, конечно же, нужно проверить вот эти методы через BIF. Далее, ворклиты. Это вот та вторая половина рендеринга, части рендеринга браузера, которые представляют собой некоторый аналог воркеров. И выполняется асинхронно и в своем потоке. Какие ворклиты собираются реализовывать? Ну и над какими работают? Это Paint API, Audio Worklet, Animation и Layout Worklet. Вот эти ворклиты сейчас есть в работе. И они имеют свои особенности синтаксиса. В корневом JavaScript мы должны подключить наш модуль с Worklet и через Promise его вызывать. И дальше внутри самого Worklet мы его регистрируем. Даем имя и в классе уже описываем, что он должен делать. Начнем с Paint API. Для чего он нужен? Вот у нас есть вот эти вот методы, свойства CSS, которые могут использоваться для нашего рисования. Например, мы видим сейчас текстерия с бэкграундом. Очень, конечно, полезный пример. В продакшене пригодится в кавычках. И мы можем увеличивать, уменьшать размеры нашей текстерии, менять ей цвет. Да, разную окраску. Писать что-то. И вот это вот делается с помощью нашего Paint API. Дальше такой же пример использования, но уже QR-кода. QR-код тоже внутри текстерии. И здесь мы можем что-то менять. Все у нас это в рантайме отрисовывается. Так, ну, Никита зачеркнул курсор, ну, то есть курсор мы не можем использовать в этом качестве. Но мы особо, по-моему, и не пользуемся этим. Так, теперь следующий API это Layout. Кто хоть раз делал на Сонри, тот может понять, что это за боль. И как это выглядит. То есть вот у нас есть Layout с разновеликими элементами. И во время уменьшения... Так, спрячься. Во время уменьшения... Куда ты уезжаешь? Окна. Да, они перестраиваются. Вот это тоже штука, которая будет у нас в Гудине. Благодаря Гудине. И для чего еще эта API может быть применена? Это для проектов под круглые экраны, часы. То, что нас скоро очень ждет. Вот, в скором времени. Следующая API это анимация. Здесь используются в основном анимации, привязанные к скроллу. И их синхронизация. Как это... Что здесь имеется в виду? Ну, чаще всего у нас анимация, привязанная к скроллу, это параллакс. Гудине умеет параллакс. Без особой нагрузки. Как видите, вот таким вот образом это записывается. Также анимация, использованная в твиттере, это у нас вот такой вот хедер. То есть за это тоже может отвечать Гудине. Без какого-то ивентлистнера, без подписки лишней. На скролл. Итак, какие же у нас есть плюсы у Гудине? В первую очередь, производительность. То есть нам не нужно будет перерисовывать страницу, благодаря тому, что мы внедряемся непосредственно в процессы браузера. Дальше удобство использования, возможность написания полифилов для CSS. Меньше различий между браузерами. Ну, это под вопросом, но ладно. И вроде как полный контроль. Но остается еще до сих пор ряд спецификаций, которые еще не сделаны. И когда они вообще появятся, это большой вопрос. Например, мы у Flexbox ждали с 2011 года. Дальше. Гудине не решает проблему поддержки старых браузеров. Для эффективной разработки нужно еще больше знаний. Ну да, верстальщики уже давно не только верстают. И асинхронная природа ворклетов дает нам моргание стилей. Но у меня есть подозрение, что это как-то порешают все-таки. Так, с этим докладом у меня все. У вас есть какие-то вопросы? Или мы потом в самом конце это обсудим? Так, хорошо, двигаюсь дальше. Леа Веру с докладом о SVG. Очень известная барышня в кругах CSS, потому что она автор очень классной, красивой книги CSS Secrets. Если у вас будет время, полистайте. Она реально для таких эстетов. И там много полезной информации. Она ведет свой блог. И она приглашенный эксперт в В3Ц, в рабочей группе. То есть она лично писала какие-то из стандартов. Итак, главный посыл доклада Леи это то, что мы SVG можем запихивать в CSS инлайново. То есть мы, понятно, раньше использовали, но всегда пользуемся SVG как внутри темплейта HTML или подключаем это отдельным файлом, если это CSS. Здесь же Лея предлагает записывать внутри CSS SVG. Есть некоторый нюанс синтаксиса. Это перенос строки у нас должен инвертироваться обратным слэшем. Вот так, в принципе, вот оно таким образом работает. Для чего это может быть использовано? Например, вам нужно в какой-то цитате какая-то иконка на фоне. Это, ну как мы обычно это делаем. Мы делаем это через before или after. и таким образом вставляем картинку и все, и позиционируем ее. По рекомендации Леи это может быть сделано через бэкграунд к нашей цитате, к нашему блоку цитатов. Ну и спозиционируем этот бэкграунд соответственным образом. Дальше это может быть, допустим, тег метр, который используется, ну как рейндж, например. Вот у нас есть html, где заданы величины. И вот мы CSS задаем бэкграунд в виде звездочки. Вместо звездочки может быть все, что угодно. любой текст и все остальное. И дальше тоже позиционируем это. Дальше у нас есть список с элементами, которые мы можем вместо буллетов, например, задавать любыми svg-шками. В данном случае, как вы видите, это робот. То есть, опять же, у нас liststyleimage подключается в виде svg. Даже курсор сейчас мы это скопируем может быть svg-шкой. А, по-моему, это уже где-то открывало. Да. Курсор может быть svg-шкой. Очень полезный пример. Лея даже делала его анимированным. Я уже не стала так извращаться. Но суть в том, что когда вы двигаете курсор, он там наклоняется, трансформируется, каким вы заходите образом. так. И еще у нас может анимироваться и задаваться с помощью svg background. Здесь важно себе представлять следующую вещь. Все хэштеги мы должны заменять на процент 23. Потому что не понимает у нас компилятор вот этот вот слэш. Да, вот этот вот хэш. И это выглядит таким образом. Вот у нас анимированный бордер заданный через svg. то есть вот мы здесь видим стайлом заданы какие фреймы, которые наша анимация, дальше градиент svg, вот цветовые схемы, ну и собственно сам прямоугольник, по которому бегают бегает анимация. Так. И еще одна мысль ли это фильтры, которые могут быть использованы для свечи. Это довольно сложная штука и желательно дизайнерам ее не показывать, чтобы у них не было таких желаний для реализации. Но фильтры внутри svg-шки позволяют нам задавать вот вот этот в данном случае фильтр задает псевдо случайную текстуру и другой фильтр позволяет нам вот это вот тоже отрабатывать. Сейчас покажу, как это выглядит. Так. Вот. Такое вот мерцание этих буковок. Сейчас. Вот еще есть примеры. Или вот такой вот психодел. Так. Что как это делать в верстке? Это фильтр подключается только через ID-шник и через svg-шку, которая записана в темплейте. По-другому это не работает. Ну и конечно же это не работает в Firefox. Так. По докладу ли есть какие-то вопросы? Хорошо. Переходим к последнему докладу, который хотела с вами сегодня вам сегодня показать. Это веб-шрифты. Доклад представлял технический директор V3C. V3C. Один из разработчиков SVD и PNB. Он возглавлял группу, которая разрабатывала фонд Face и разрабатывал формат WoW. То есть этот товарищ у нас непосредственно занимается шрифтами, веб-шрифтами. Итак, некоторые моменты, которые Крис нам рассказал о том, как можно использовать шрифты. Во-первых, мы можем их миксовать. Допустим, если нам нужен амперсант какого-нибудь другого красивого и изысканного шрифта, нам не обязательно заворачивать его в спан и давать фонд фэмили отдельный для этого амперсанда, мы можем просто подключить этот шрифт и задать тот юникод того символа, который нам нужен, которым он будет использоваться, ну, или несколько этих символов. И затем уже когда в том элементе, где нам нужно его применить, мы просто задаем два шрифта. Один шрифт это шрифт для нашего амперсанда, другой шрифт это шрифт для остальных букв. Дальше следующие типы от Криса это фонд вейт. Вот такая запись у нас никогда не будет работать. Ну, когда-то будет, конечно, но пока что она не работает, потому что значение фонд вейта это псевдо число. И оно в принципе никак не может калькулироваться. Но в CSS4 он обещал, что это будет. Поэтому в принципе когда-то мы сможем и калькуляцию делать для фонд вейта. Далее Крис описал фичи OpenType Fonts, то есть тех фондов, которые мы подключаем файлами к нашим приложениям. И здесь у нас есть несколько новых свойств. Итак, свойства Font Variant Numeric позволяет нам делать следующие вещи. У нас есть допустим числа оригинальные. Мы можем сделать old style числа и буквы тоже. И можем делать фракции. то есть дроби. Вот у нас есть такая дробь и такая. Это задается благодаря этим свойствам. Предназначением свойства Font Variant Numeric. Дальше. Следующее свойство, новое свойство это Font Variant Ligatures Ligatures используется используется для Ligatures. То есть по стандарту чаще всего в шрифтах приняты вот эти вот Ligatures. Если вам эти Ligatures не нужны, вы просто отключаете это свойство. То есть Font Variant Ligatures Ligatures No Common Ligatures то есть отключаем Ligatures или можно включать какие-то изысканные Ligatures но не забывайте о том, что каждый шрифт имеет свои особенности написания Ligatures. И еще одно свойство Font Synthesis который запрещает нам использовать наклон в курсивах в курсивных шрифтах. Теперь поговорим о вариативных шрифтах. Это новая фича, которая появилась совсем недавно в CSS и она связана с тем, что нам теперь не нужно загружать все виды шрифтов там болт italic semi-bolt и так далее для того, чтобы они соответствующим образом отображались на экране. Все это настраивается CSS с помощью вот этого свойства Font Variation Synthesis. Но опять же это относится не ко всем шрифтам. Это специально созданные вариативные шрифты, которые в основном конечно же платные и все работают по-разному. Например, вот вам вариативный шрифт с анимацией. То есть это обычный текст, который может вот так вот отображаться. Загружается шрифт и потом о том, что нам здесь нужно анимируется. Добавляются всякие украшения. но нас интересует вот фонд Variation Settings. Вот здесь заданы те значения, которые работают для отображения этого шрифта. Более жирный или как-то отрисован по-своему. Главное наверное преимущество вариативных шрифтов в том, что мы загружаем один шрифт. Я это говорила, а я это повторю. То есть нам нельзя тянуть их несколько видов самых разнообразных шрифтов. Для того, чтобы посмотреть на что способен ваш шрифт. Сейчас по-моему взлетит на компьютер. Показала вам анимацию и все. Так вот, чтобы проверить на что способен ваш шрифт. Вот есть такой ресурс, куда вы можете дробнуть шрифт. Вот например я играл вот вот этим такой. Не хочешь? Угу. Вот у нас вариативный шрифт. Все его описание. То как он выглядит. И вот здесь мы можем играться. Вот те values, которые мы можем менять у него. И когда мы с этим работаем, мы можем сразу выбирать ту величину, на которую нам нужно его модифицировать по всем всевозможным параметрам. Это наверное очень хорошо умеют делать дизайнеры, а особенно какие-нибудь полиграфисты, кто в этом сильно разбирается. Но в любом случае если что вы знаете где это искать. Здесь же есть у нас описание сейчас все какие-то характеристики, все значки этого шрифта, которые применяются. Ну и СССР как это все будет. Видите, фонд варижен с этим. И поехали описывать все эти свойства, которые вас интересуют. если они вас не интересуют, они могут оставаться по умолчанию какие-то. Какие-то вы можете выбрать для модификации. эмоции И последнее на сегодня и последнее то, что Крис рассказывал, это ColorFox. Самая известная реализация цветных шрифтов это эмоджи. мы знаем, что мы можем теперь эмоджи вставлять в темплейт и они могут представлять собой совершенно разные стили написания. То есть есть несколько разных эмоджи и фондов в библиотек и вы выбираете для себя та, которая вам больше нравится. Но если вам нужны не эмоджи, а цветные буквы, вы можете воспользоваться вариативными шрифтами, у которых есть ColorFond. Сейчас на данном этапе мне не удалось найти бесплатных ColorFond, чтобы поиграться с ними. Тот ColorFond, который показывал Крис на своем докладе, он платный, он создан индийским дизайнером, понятно почему, потому что они очень любят раскрашивать буквы, и он может быть преобразован с помощью вот этих вот свойств. То есть мы задаем палету со свойствами, прописываем здесь имя нашей фонд-фэмилии, к которому это будем привязывать, описываем сколько у нас базовых палет будет, и по порядку расписываем те цвета, которые нас интересуют. начинаем сверху вниз, а потом через свойства фонд-палет применяем ее. Выглядит это вот так. То есть если мы будем менять здесь значения наших цветов, будут меняться цвета букв. Но попробовать это не удалось. все шрифты, которые есть, они с захардкоженными цветовыми схемами. например, все вы можете скачать, это бесплатные шрифты, но они все хардкодятся. Там у них у каждого есть свой ресурс, где вы можете задать свои цвета, но и вы это делаете через их приложение и скачиваете потом этот шрифт в цветовой схеме, которую вы выбрали. Так, чтобы менять это из CSS, у меня пока не получилось такое найти. Ну и насколько я поресерчила, их просто нет бесплатно, потому что люди на этом зарабатывают деньги. так, и вот в конце презентации у меня тут расшарены ссылки на презентации этих докладчиков, то есть если вам будет интересно, вы можете более подробно познакомиться со всеми темами, которые они рассказывали на их собственных примерах. Но у меня все, Женя. может быть вопросы? Да, вот я хотела напомнить о том, есть вопросы. Ребят, и вы замьютаны, если что. мы знаем. Но у меня есть вопросик такой по поводу Houdini CSS, который JavaScript. Вопрос такого характера, но у нас же есть пост-CSS, который тоже JavaScript внутри CSS. Мне интересно сравнение Houdini и пост-CSS. Как, для чего применяется Houdini, для чего пост-CSS? Немножечко может быть, если есть пояснения какие-то у вас. Я настолько глубоко конечно не копала, но докладчика была такая мысль, о том, что вот этот пост-CSS можно загрузить прямо внутри Houdini. То есть он будет отрабатывать на одном из процессов рендеринга браузера. То есть одно другое не отменяет. Как я понял, что Houdini это мощный инструмент для отрисовки каких-то сложных сцен с помощью CSS. Даже 3D-анимации, да? Нет, 3D-анимации они не предлагают. Насколько я поняла. Они просто помогают нам контролировать процессы рендеринга в браузере. То есть мы можем подключиться к определенному этапу рендеринга и туда вставить свой JavaScript-код. текстового Спасибо. Спасибо. А, и еще по веб-фонтам. Была мысль, точнее, в презентации упоминалось то, что мы можем подключить именно для одного текстового элемента, да, там был применен ampersand, только для него применить из font-face, да, для него. А у меня вопрос такого характера. Скажите, а будет скачиваться весь пакет этого фонта? Например, если фонд какой-то изящный и весит эти 2 мегабайта, и то есть мы ради одного фонта будем выкачивать в браузере весь этот фонд, правильно я понимаю? Или будет только часть фонта вытаскивается на этот один килобайт? Вот не могу сказать, надо будет попробовать. Ну да, потому что линка-то у нас полностью на весь фонд. Часть фонта вообще ни в коем случае не будет вытаскиваться, будет полностью весь фонд тащиться. Спасибо. Поддерживаю Рому, качала когда-то с фонты, и да, они именно так качаются. Все. Если понравилось, если что. Если использовать инструменты кэширования, то большой фонд не такая уж большая проблема, в общем-то, становится. Ну, один раз хотя бы его нужно скачать все равно. Ну да, один раз дам. Ну, тут масса вариантов, типа лодер для первой загрузки, пока там фонд загрузится и так далее. Фалбеки всякие, да? Ну да. Ну, есть многие сайты, которые классно работают и все такое, но они тяжеловесные, поэтому просто сайт закрывается лодером, типа подождите. Да, это не очень хороший вариант, люди любят отзывчивый веб, но если сайт классный, то стоит того, чтобы дождаться этой загрузки. Single-page application, который 10 секунд на лоадере висит. Ну, если он висит из-за фонта, который там офигенно заезжает, который загрузится один раз и все будет хорошо, то в этом никаких проблем не вижу. Если он сам по себе так сделан, что 10 секунд в загрузке висит, то это покрасивый выбросит. Да, правильно говорили, что нельзя такой дизайнерам показывать, а то я уже чувствую, как там все поедет. Давайте на MDM сделаем. Почему у нас в AE не работает? Винчай, кошмар. Так что, будем скрин работать, то вставлять картинками? Анимации, да, картинки. Бордер, картинки. Ну там гифку или что-то. Когда я в начале своей карьеры еще по AE6 верстал, это была нормальная тема, некоторые тайтлы просто картинкой вставлять, потому что шрифты там было без шанса. Да что, гуляй, так гуляй, давайте на флеше запилим. Он уже поумолчает, не признается. Флеш умер, умер где-то лет 5 назад. Не, флеш умер на WebGL, шрифты на WebGL. Наконосим его. Да. Ну, суть, тоже самая разница, только в контексте.